Господин председатель, очень интересно было узнать об истории Майдана с российской точки зрения. В то же время для большинства из нас здесь и во всем мире совершенно очевидно, что это очередная попытка опорочить и подвергнуть критике Украину и Запад, тем самым отвлечь внимание мира от того, что сейчас происходит на украинских территориях, от катастрофической гуманитарной ситуации в связи с агрессией России, а также это попытка оправдать жестокую агрессию против суверенного государства. Мы устали от того, что Россия созывает с этой целью так много заседаний Совета безопасности, в том числе это заседание по формуле Ария. Действительно ли мы, члены Совета безопасности и государственные члены ООН, заслуживаем этого? Несмотря на все усилия России, ни один здравомыслящий человек не поверит в ее заявление. Такое злоупотребление прерогатива члена Совета скорее саморазрушительно, что лишь больше повреждает репутацию. Это печально для всех. В консультальной записке к этому мероприятию подчеркивается важность правдивого изложения событий, избежание неправильного толкования. Во-первых, здесь нет места для никакого неправильного толкования. Как признало подавляющее большинство членов Генеральной Ассамблеи, факт заключается в том, что эта гнусная агрессивная война была начата Россией, а Украина воюет в соответствии с уставом ООН, с тем, чтобы защитить собственный народ, независимость, суверенитет и территориальную целостность. Единственной причиной нынешних страданий украинского народа, особенно зимой, является агрессия России, которая является вопиющим нарушением устава ООН. И не более, не менее того. Кроме того, Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, разрушила портовые мощности, которые позволяли доставлять продовольствие за границу. И это отрицательно сказалось не только на Украине, но и на мире в целом. Председатель, еще раз призываем Российскую Федерацию не растрачивать наше драгоценное время и ресурсы на политические цели. Россия должна направить свою дипломатическую энергию на исправление собственного нарушения устава ООН. Остаемся непоколебимыми в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права, при уважении устава ООН. В военные преступления и другие зверства не должны оставаться безнаказанными. Справедливость должна восторжествовать, а те, кто несет ответственность за эти неоспоримые злодеяния, должны понести наказание. И последнее, но не менее важное. Наша приверженность к поддержке Украины непоколебима. Мы были с Украиной, будем продолжать быть с ней столько, сколько потребуется. Благодарю вас.